Богатые люди, превратившие себя в кукол Пластическая хирургия вызывает много споров. В минимальных количествах она может улучшить внешность. Но иногда сложно нарисовать рамки, и некоторые люди заходят слишком далеко и перестают выглядеть естественно. В этом видео мы расскажем о 10 людях, которые потратили серьезные деньги на серьезные операции. Но перед началом просмотра подпишитесь на наш канал на случай, если вы хотите сделать себе операцию. А если нажмете на колокольчик, то ваше восстановление после нашего видео пойдет быстрее. Пикси Фокс Если кого-нибудь назвать мультяшным персонажем, то он скорее всего обидится. Но только не Пикси Фокс. Чтобы иметь тонкую талию, как у Джессики Рэббит, Пикси удалила себе шесть ребер. И хотя ей нравится ее новая внешность, она говорит, что ее внутренние органы стали более уязвимы, поскольку теперь у них нет защитной оболочки. Еще она поменяла цвет глаз с голубого на ярко-зеленый. Обычно такую операцию назначают не по косметическим соображениям. Если цветные линзы вам не подходят, то вы можете пойти к хирургу и вставить себе в глаза импланты. Всего у Пикси было более 18 операций. Она одержима красотой и считает свое тело холстом, на котором можно экспериментировать. Но иногда требуется не один раз, чтобы добиться нужного результата, учитывая, что ринопластику она делала четыре раза. Также она делала операцию на брови и множество инъекций в скулы и губы. Даже веки не спаслись от скальпеля. Совсем недавно она сделала блефаропластику. По ее словам, она только начала и в будущем планирует еще больше пластических операций. Хлоя Латанци Иметь богатых и знаменитых родителей, а также возможность потратить сотни тысяч долларов на пластические операции не всегда хорошо. Спросите у дочери Оливии Ньютон-Джонс, Хлои Латанци. Сообщается, что она потратила 550 тысяч долларов на пластических хирургов, начиная с подросткового возраста. Сначала она увеличила губы, затем в 18 лет она увеличила грудь. Помимо прочих операций, она стала постоянно накачивать себе лицо. Долгие годы, казалось, для Хлои нет пределов в погоне за совершенством. Поскольку ее лицо было напичкано различными препаратами, ее мама начала беспокоиться о ее физическом и психическом здоровье. Сейчас ей 31 год, и она признает, что ее одержимость красотой обернулась катастрофой. Долгое время она боролась с расстройством пищевого поведения, но сейчас она избавилась от большинства имплантов в лице, чтобы выглядеть более естественно. Были слухи, что она удаляла себе ребра, чтобы выглядеть стройней, но Хлоя отмела их как бессмысленные. Она утверждает, что ее стройность – это результат тренировок ношения специального корсета. Наконец, в возрасте 31 года она признается, что любит свое тело. Родриго Алвес Если вы думали, что только женщины стоят в очереди к пластическому хирургу, то вы не правы. Родриго Алвес известен как человеческое воплощение куклы Кена. Это становится понятно при первом взгляде на него. Он прошел через 57 операций и уже назначена 58-я. Он хочет изменить цвет глаз, как Пикси Фокс. Его увлечение пластикой началось в юном возрасте, и на операции он потратил уже полмиллиона долларов. Но ценность этих операций превосходит их стоимость. Он говорит, что ему делают скидки хирурги, которые хотят показать свое мастерство. Благодаря своей внешности он уже годы живет под пристальным вниманием публики и мечтает о собственном ток-шоу. Он хочет обсуждать современные тренды и стандарты красоты, а также запреты в этой сфере. Алвес появлялся на многих ток-шоу, и хотя ему нравится быть гостем, он очень хочет занять место ведущего. Несмотря на количество операций, он говорит, что у него нет зависимости. Он очень рад, что они делают его счастливым и известным. Блонди Беннет По мнению Блонди Беннет, даже большого количества пластических операций недостаточно, чтобы стать куклой Барби. Но это не значит, что она отказалась от пластической хирургии. Как бы не так. У нее импланты в груди и скулах, а лицо наполнено филерами. Она даже проходила липосакцию подбородка, о существовании которой мы даже не знали. Как же она может себе позволить все это? Но ее фанаты с радостью готовы спонсировать ее трансформации. Но Блонди не хочет быть похожей на остальные копии куклы Барби. Чем же она отличается от них? Она не ограничивается внешностью. Каждую неделю она проходит гипнотерапию с целью замедлить работу своего мозга и стать глупее. Блонди говорит, что это работает, и она чувствует себя менее сообразительной в повседневной жизни. Мало кто согласился бы на такое добровольно, но Блонди сделала свой выбор. Почему же она так хочет быть куклой Барби? По ее словам, у Барби самая лучшая жизнь, и все, что она делает, это ходит по магазинам и следит за своей красотой. Джастин Джедлика Еще одна версия куклы Кена Джастин Джедлика прошел через 190 разных косметических процедур. С какой же нам начать? Ну, конечно же, это операция на нос. Импланты в грудь, плечи, бицепсы, голени и трицепсы. Операция на скулы, поднятие бровей, увеличение губ и задницы. Но он альтруист и помогает другим людям с пластическими операциями. Он участвовал в создании первого на рынке бедренного импланта для женщин. Можно больше не бояться уронить телефон в унитаз, достаточно вставить себе импланты в бедра. Джастин говорит, что ему нравится развегать границы своего тела. У него даже есть шесть кубиков пресса, ради которых он ни минуты не провел в спортзале. Свой путь по клиникам он начал в 17 лет, когда сделал первую операцию на нос, насмотревшись передач про богатых и знаменитых. Как и многие другие, он считает пластическую хирургию символом достатка, власти и гламура, которых он хочет и для себя. Сара Бёрджес Многие из нашего списка начали делать операции в подростковом возрасте. Но первая операция Сары была проведена, когда ей было 7 лет. Тогда ей исправили оттопыренное ухо. На данный момент она прошла через 100 операций и не планирует останавливаться. После стольких операций она стала жертвой домашнего насилия, от которого пострадало ее лицо. Она была готова сдаться, но не сделала этого. И в конце концов открыла свою консультацию по косметической хирургии. Она пошла к лучшим хирургам и предложила им сделку. Если они сделают ее красивее, она будет рекомендовать их всем своим клиентам. В итоге она не заплатила ни цента за операции с тех пор, как открыла свой бизнес. Поскольку ее работа это подбор пластической операции, она на себе проверяет все услуги, прежде чем к ней придут клиенты. Стоимость пройденных ею операций оценивается в 3 миллиона долларов. Но ей они достались бесплатно, и похоже, что ее дочь папе пойдет по ее стопам. Когда ей исполнилось 7, ее мама начала дарить ей сертификаты на пластические операции, в том числе увеличение груди и липосакцию. Но воспользоваться ими благодарная дочь сможет только после достижения 18 лет. Фулвия Пеллегрино Многие люди, сменившие пол, ложатся под нож пластического хирурга. Однако многие в погоне за совершенством заходят слишком далеко, прямо как цисгендеры. 56-летняя итальянка Фулвия Пеллегрино говорит, что не остановится, пока не достигнет идеала. Больше 10 лет она подвергается пластическим операциям, которых было более 150. Она делала операцию на скулы, липосакцию и подтяжки. Фулвия потратила более 87 тысяч долларов на свои операции и не собирается останавливаться. И хотя ее поддерживает ее жена Мариса, Фулвия говорит, что чувствует дискриминацию со стороны людей в ее родном городе на севере Италии. В 15 лет она поняла, что она отличается от остальных. Но в ее очень консервативной семье она должна была скрывать свою природу. Она старалась преодолеть свою женственность крайне мужественным поведением на публике. Но пока никто не видит, она носила женскую одежду. Несмотря на все трудности, с которыми она сталкивается, Фулвия намерена продолжать делать пластические операции. Эдвард Спрейг Большинство людей, делающих пластические операции, хотят выглядеть идеальными человеческими существами. Но для Эдварда Спрейга пластическая хирургия – это способ превратиться в совершенно другое существо, а именно в ящерицу. 45-летний Эдвард работает бродячим артистом. В модифицировании своего тела он зашел очень далеко и теперь выглядит как ящерица. У него вытатуирована чешуя, по всему телу раздвоен язык, заострены зубы, а под кожей находятся пластиковые импланты. Даже его губы зеленого цвета. Над каждым глазом у него по пять имплантированных бугорков, что делает его очень похожим на ящерицу. Но помимо необычного вида, который удивляет прохожих, у Эдварда есть много трюков, которые он выполняет на публике. Например, пожирание и выдыхание огня, глотание шпаги и лежание на гвоздях. И, конечно же, у него есть рок-группа под названием Лизард Скиннерт. Впечатляет! Он также поставил рекорд Гиннесса, подняв самый большой вес мочкой уха. У него столько талантов, что в музее Рипли, верьте или нет, есть его статуя. Крадущийся кот Его настоящее имя Деннис Абнер, но он больше известен под своим индейским именем Крадущийся кот. Ну или просто Человек-кот. Как и Человек-ящерица, кот хотел с помощью пластической хирургии быть больше похожим на животное. Ему было сделано более 14 операций, помимо разных косметических процедур. К тому же у него кошачья татуировка на все лицо, клыки и стальные импланты, похожие на кошачьи усы. Чтобы быть больше похожим на кошку, он вводил филеры себе под кожу. А в щеках у него силиконовые импланты. Также он заострил себе уши и разрезал губу. Крадущийся кот – это его индейское имя, данное ему в детстве. Он сказал, что начал свое преображение, чтобы быть ближе к своему тотемному животному. Он хотел превратить себя не просто в тигра, а в тигрицу и в итоге стереть границы между полами. К несчастью, он скончался в возрасте 54 лет у себя дома. Наннет Хэммонд Многие любят куклу Барби, но не просто как детскую игрушку, но как икону моды и красоты. Возможно, самая дурная слава у украинской модели Валерии Лукьяновой. Ее перевоплощение в человеческую версию Барби шокировало всех. В какой-то момент казалось, что ее внешность отфотошоплена, однако она утверждает, что никогда не обращалась к пластическим хирургам. Анастасия Шпагина – еще одна девушка, известная как аниме-девушка, которая добилась кукольной внешности только благодаря косметике. Если их слова правда, то Наннет Хэммонд, мать пятерых детей, могла бы сэкономить полмиллиона долларов, научившись наносить правильный макияж. Все эти деньги она потратила на пластических хирургов, чтобы выглядеть как Барби. Помимо загара и крашенных волос, она сделала три операции по увеличению груди и множество лицевых инъекций. Наннет не собирается прекращать делать пластические операции, а будет тратить на них еще больше. Она утверждает, что ее внешность стоит каждого потраченного доллара. Она счастлива и уверена в себе. Помимо внешности, как у Барби, она любит все розовое. У нее даже есть розовый кабриолет, точно такой же, как у Барби. Мы надеемся, что после просмотра этого видео вы стали больше ценить собственную естественную красоту. Подозреваем, что благородное старение не для всех. Ведь как пела группа Аква, пластиковая жизнь – это фантастика. В конце концов, если нельзя верить Акве, то кому тогда вообще верить? Чтобы посмотреть больше захватывающих видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до следующего раза. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!